Всем привет! Вы на канале Убиваю BPM. Хип-хоп-музыка как жанр постоянно модернизируется. В России в последнее время такая тенденция наблюдается очень ярко. Но что особенно выделяется это когда появляются персонажи, артисты, которые влияют на жанр так сильно, что он меняет вектор. Трэп в России начал популяризироваться примерно с 2012 года. Примерно в тот же период появляется такой артист как Яникс, сначала не понятый людьми, а впоследствии ставший ориентиром для других молодых артистов. Именно поэтому некоторые называют Яникса папа трэпа в России. В этом видео мы поговорим про его творческий путь и про влияние на хип-хоп музыку. Поехали! Но перед тем как мы начнем хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.rf это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. Самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж 30%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка в описании под видео. Ну а мы начинаем. Янис Бадуров так зовут на самом деле исполнителя и родился он в 1993 году в Красногорске. С детства Яникс любил две вещи баскетбол и конечно же музыку. Но началось знакомство с музыкой не с рэпа, а с панк-рока. А что ты, кстати, из панкухи слушал в детстве? Вот чисто какие-то две или три группы назвать? Русские ты имеешь в виду? Не, западные. Да, всё вообще. То есть классику скейт-панка вот эту. Всякие там Black Wagon, Mixed Peaks, Rancid, Antiflack. Rancid, блин. Ну, Rancid это попсовая довольно группа, не хотел называть её. Да ладно. Что ещё там? No Use for a Name. Много поп-панка всякого, типа Bowling for Soup, Slick Shoes, Sum 41, Blinkwantity 2, естественно, Good Charlotte. Ну вот. No Fx. Ну это понятно, я уже называл, а потом эта группа называла Soft Spring, это тоже из такого более известного. Какое-то время Яникс даже сам играл в рок-группе, но затем услышал рэп, и этот жанр тронул его гораздо больше. Почему американизированный рэп тебя цеплял? То есть он же не про российскую действительность. Не про Красногорск, бро. Да, ну слушай. Не знаю, я просто вот у меня такой подход к рэпу, наверное, я так вижу. Для меня, типа, рэпер это априори крутой чувак какой-то. И, соответственно, рэп это как такое поле, куда ты можешь выплеснуть вот эти всё своё внутреннее такое настроение. Понты, вы... что-то такое. Потому что во мне это есть, но мне не хочется, типа, это проявлять в жизни. Я думаю, что вообще не зависит от того, где ты, как рос. Просто нравится этот жанр. Как будто раньше и не было такой музыки, которая была основана, ну, типа, на том, что ты читаешь про то, какой ты классный. В 2011 году Яникс выпускает свой первый микстейп «Finish Him». Популярности сборник не принёс. Однако после этого микстейпа Янис начал работу над ошибками. Через два года выходит альбом «Шоу Улиц Гетто», над которым работал Яникс вместе с Янгтрэпой и другими артистами. После этой пластинки рэперы начали замечать, и даже пригласили поучаствовать в версус-баттле против Галата. И несмотря на проигрыш, имя Яникса стало более популярным. Значит, как у него, у тебя есть яйцо, но только одно. Хотя, стоп. И оно у меня. У тебя больше нет яиц! В 2014 году Яникс представил второй альбом «Шоу Улиц Гетто 2», в котором приняли участие Децл, ЭйТиЭл, Хиро и другие. Мод свеж-веж, мод свеж-веж, мод, и я знаю. После этого почти сразу же вышел клип на песню «Хайпим». Орвались, как гром в дом, никто не знал о Dream Team. Сейчас мы входим в топ-100, моя соска, копья мисс мир я... Вторая пластинка оказалась ещё более удачной. Через какое-то время он выпускает ещё один альбом, получивший название «Blockstar». Нет шансов, я хочу шума, ну-ка дайте шума. Так, чтобы лопнули стены у клуба, вещи из гума на моё пузо. Ещё через два года в 2016 году вышел очередной альбом Яникса «Джиани». На этом альбоме приняло участие тоже несколько популярных артистов. Например, LSP. И на некоторые треки с этого альбома были сняты клипы, набравшие огромное количество просмотров. В то время Яникс постоянно появлялся в медиаполе. Различные интервью, появление на шоу Big Russian Boss'а. Когда начал слушать рэпчик-то вообще? Да давно, лет, не знаю, 8-10 назад, такого того. И чё это было? Ты сейчас Драго цитировал. Но мы это вырежем, этого не будет. Нет, Драго я не слушал особо. Мне нравился «Dev Joint» из русского, в основном, вместо «Кобобщённых». Работа с различными артистами. В 2017 году Яникс выпускает альбом «Бла-бла-ленд». Ещё чуть позже выходит альбом «SS-20». Особенно фанаты оценили совместную работу с «Гонфладом». Камни блестят прямо из моих мочек. Мы всё же дети, но я уже взрослый. В 2021-м музыкант засветился коллаборацией «Соуджи Будда» и «163 On My Neck». Брифмы делаю это на автомате. И даже в карантину у меня есть забитые даты. Могу не... I'm your legacy, эй, слышь, пёс? Я big dog, я G, шокот и baby G. А также работал с пошлой Молли. Что она любит, любит, любит. Do it. Сядь на шпагат, лима... Вы мейкап. Она врачи, но не мочить её лицо. Позже дискография пополнилась альбомом «Пока трэп не разлучит нас». И самый недавний его альбом – это «Го от услуги». Чем Яникс действительно удивляет, это тем, что постоянно остаётся актуальным. И звучит современно в любое время. А как в таком контексте, вот 10 лет быть в игре, быть достаточно актуальным достаточно? То есть, как бы... Ну, я-то делаю, что мне нравится. Я не пытаюсь подстроиться. Вот в том-то и дело. Если б я пытался, типа, угадать, знаешь, типа, а что публика хочет? Вот, типа, посмотреть там, так, вот это слушают, вот это, вот это надо это делать. Но я и так не делаю. Я просто делаю музыку, которая нравится мне. Если мне не будет нравиться, я не буду это выпускать. Поэтому я её всегда делаю для себя. Получается, мой вкус совпадает с чьим-то ещё вкусом. Только так это работает. Звучание, подход к музыке и к своему стилю – всё это опередило время. А потому по сей день вызывает положительную реакцию как у старых слушателей, так и у новых. Плюс к этому, в период роста популярности Яникса, когда он появился на радарах и взрывал в каждом клубе и на каждом треке, была тусовка AVG, которая тоже сильно продвинула трэп-музыку. А AVG в чём заслуга их? Ну, смотри, это была первая промо-группа такая большая, которая начала делать такие вечеринки. Они, во-первых, это делали всё очень стильно. В каждой вечеринке был какой-то свой визуал подготовлен, интересные афиши. То есть они все как бы такие взрослые, молодые, на стиле, модные, шарющие. И очень круто все вместе смотрелись. Всё это тогда отличалось от хип-хоп-музыки другого формата. Всё это выглядело стильно и интересно и по-новому. Ещё из пробантичных качеств Яникса можно отметить его осторожность и обдуманность. Как вы знаете, многие трэп-артисты имеют проблемы с законом и с веществами. Вокруг самого Яниса, само собой, это тоже было. Но всё же предусмотрительность дала ему возможность миновать многие неприятные события, что впоследствии даёт возможность ему по сей день делать музыку. Как ты думаешь, тебя могла постигнуть та же участь? Короче, думаю, что в моём случае всё было бы хорошо, потому что мне кажется, что я умею как бы улавливать эти знаки судьбы. Постоянно, когда я вспоминаю то время, я их видел постоянно, вечно, везде. Ты постоянно видишь цифры 228, везде. Тебе чек дают там 228, тебе звонят. Просто эти цифры, они тебя так или иначе везде преследуют. Как будто вот какое-то напоминание о том, что не забывай, что там опасность где-то рядом. Ну и, наверное, одно из самых сильных качеств Яникса – это моральная несгибаемость. Как говорится, с самого начала карьеры Яникс гнёт свою линию и не сходит с этого пути. А такое не может не восхищать. Тебя не пробить извне. Нет, у меня просто есть своё мнение на какой-то счёт, и оно основывается на чём-то. И поэтому его можно изменить, если привести аргумент. А как вы относитесь к Яниксу? Пишите мнение в комментариях. А на сегодня это всё. С вами был канал «Убиваю БиБиЭм». Ставьте лайки и ожидайте следующие ролики.